Современное сумо выглядит как сплав шоу, жесткого контактного единоборства и религиозного действия, пропитанного духом традиций Ямато. Бойцы суматори — это олицетворение древней Японии, яростной, патриархальной и непонятной, если смотреть с нашей колокольни. Сам термин сумо, по мнению японцев, появился от двух древних слов — сумахи, танец вдвоем и сумафу — мериться силами. Именно силами решили помериться два японских бога — Таке Микадзути и Таке Минаката, когда спорили, кому достанется Япония. Они встретились в поединке сумо и потомки победителя стали первыми императорами Ямато. Такова легенда, записанная в кодзике, датированных 712 годом. Основателем сумо считается Номино Сукуне, обожествленный после того, как в поединке убил своего противника, великана Тагима Нокехая, сначала ударом ноги, сломав ему ребра, а потом раздробив тазобедренный сустав. Первые же достоверные сведения о борьбе сумо относятся к 642 году нашей эры, когда при дворе императора Ко-Гёку состоялся турнир в честь послов из Кореи. Борьба была так популярна, что ею не гнушались заниматься и императоры. Известно про поединок, в котором император Уда так толкнул соперника, что тот упал с площадки, сломав спиной столб. Конечно, по фотографиям сумоистов видно, что у них есть лишний вес. Да и средний вес сумоиста-профессионала 157 килограммов, а знаменитый борец Кони Сики доходил до 310 килограммов. Все дело в том, что в профессиональном сумо нет весовых категорий, так что бойцы, которые хотят взойти на вершину, должны набирать массу. Надо полагать, под мощным слоем жира находятся мощные мышцы. Даже мальчиков в школы сумо тренера предпочитают брать не жирком, а атлетичных или тощих, так как считают, что изначально толстый парень будет ленивым, ведь он уже довел себя до такого состояния. Тем не менее, профессиональные борцы сумо – люди внушительных размеров. Если юноша решает пойти по пути сумоиста-профессионала, он должен сразу забыть, что он у мамы самый лучший, так как в ближайшие годы его ждет только усердная работа и унижение. Слово наставника – закон, а младшие ученики прислуживают старшим. Никто не жалуется, они сами выбрали этот тернистый путь, желая стать профессиональными борцами сумо. Вообще, сумо – это вид борьбы, и обычно побеждают, либо вытолкнув противника за границу круга, либо бросив его на землю, или заставив коснуться поверхности чем-то кроме стоп. По современным правилам запрещено бить противника кулаком или ногой, а вот удары ладонью не запрещены, чем некоторые бойцы и пользуются, вырубая своих противников жесткими оплюхами. С их весом и физической мощью это не так уж и сложно. Как бы то ни было, сумо – это удивительный мир, сочетающий в себе мощную спортивную подготовку и традиции средневековой Японии, отдающие запахам сакуры и красотой восходящего солнца.